Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара из Макмаклара. И я сегодня к вам вот с такой новостью. Дело в том, что в Турции всерьёз задумались об отмене системы «Всё включено». И, конечно, туристы в ужасе. Землетрясения и масштабные пожары оказались неспособны разрушить любовь наших соотечественных и других туристов к турецким курортам. Но теперь их ждёт новая неприятность. В Турции планируется отмена системы «Всё включено». Для многих наших сограждан это будет, конечно, пострашнее землетрясения. Но вот именно с таким предложением и выступил президент конфедерации турецких торговцев и ремесленников. Почему же они решили сделать так? Дело в том, что любимые очень многими туристами, и не только российскими, конечно, не только российскими, «Всё включено» выгодно только для отелей, в которых сидят заплатившие за всё гости. Они не путешествуют по стране, они не тратят свои деньги на что-то другое. Понятно, что такое положение дел категорически не устраивает предпринимателей турецких. У них сейчас очень мало зарубежных гостей, а русскую речь они вообще очень редко слышат в своих заведениях. Хотя рядом находится и «Ай София». Но дело в том, что российские туристы и вообще сейчас туристы, они посещают, допустим, мишленовские рестораны, а рестораны на обычные они не посещают. Даже если выбираются на экскурсии, то обедать возвращаются в свой отель. Ну и, конечно, точка зрения турецких предпринимателей тоже понятна. Они хотят получать такую же прибыль, как отельеры. Хотя и от владельцев отелей тоже регулярно поступают жалобы, потому что далеко не всех устраивает выгодный и удобный для туристов формат. Главная проблема – гости набирают целый поднос еды. Разумеется, съедают не все, ежедневно на помойку отправляется огромное количество чуть тронутых блюд. И, конечно, хотя это отчасти компенсируется большим потоком отдыхающей системы, все включено, не самое выгодное и для отелей. Но хочу сказать, что у туристов, в данном случае у россиян, с кем я разговаривал, у них другая точка зрения. Они говорят, что если отменить систему «все включено», то, скорее всего, никто сюда ездить не будет, потому что только из-за этого очень многие едут сюда с детьми. Сами туристы говорят, что и голова не болит, где детей накормить, как их развлечь. Это самый удобный семейный отдых и сравнительно недорогой получается. И если отменят, то, конечно, никто сюда не поедет. Но хочу сказать, что помимо того, что страдают турецкие курорты, что в магазинах меньше продаж, все страдают и такие отрасли туризма, как медицинский, гастрономический, экстремальный. А траты на улице, ну вот знаете, в маленьких киосках вообще почти сошли на нет. Потому что уже подсчитано, что менее 2 долларов такова средняя цена, оставляемая туристами за пределами отеля. И почти все продавцы сувениров не получают прибыли. Это очень плохо. Ну, хочу сказать, что проблема турецких предпринимателей, конечно, мало интересует туристов. Но они считают, что если отменят эту систему, то кто сюда будет ездить? Ну, если кого-то интересует местная кухня, там, или на великах погонять по горам, они и так приезжают, их больше не станет. А остальные привыкли отдыхать так и по-другому отдыхать не захотят. Почему они, ну, должны думать о чьих-то там прибылях, а не о своих удобствах? Ну, понятно, их тоже можно понять. Поэтому все говорят, что если отменят эту систему, то 10 раз подумают, стоит ли им сюда вообще ехать. Потому что, ну, я говорю, действительно многие говорят, что вообще не видят смысла тогда здесь сюда приезжать. Но турецкие рестораторы, ремесленники и другие предприниматели считают, что именно эта система – корень всех бед, мешающая им развиваться. Какой смысл предлагать оригинальные местные блюда, а в каждом регионе Турции здесь разная еда, необычные сувениры или туры по уникальным природным местам, или исторические, если туристам это все неинтересно. И только вот запрет они считают, что поможет выманить туристов, ну, и познакомить их с другой Турцией. Что предлагается взамен? Ну, предлагается взамен полупансион. Как это будет? Точно ли будет такой закон? Ну, сейчас про это очень много говорят. И все-таки они считают, что отмена, ну, именно Турки, что отмена этой системы, все включено, позволит повысить качество и местной кухни, и услуг, связанных с туризмом. Посмотрим, как будет, что будет. Но я думаю, что на сегодняшний день, конечно, все включено устраивает всех. Ну, всем пока!